Музыка Вы уже заметили, как сильно я люблю мистические книги. Поговорим сегодня о странных историях. Первая книга в нашей подборке – «Мельничная дорога» Кристофера Эйтса. Много лет назад в маленьком городке в штате Нью-Йорк жили трое подростков. Двое неразлучных друзей, один из богатой семьи, второй сын местного пьяница и самая красивая девочка в классе. Однажды они втроем поехали на велосипедах в горы, и эта невинная прогулка закончилась драматично. Девочка лишилась глаза. Прошли годы, ребята выросли, и девочка стала женой одного из них. Но всех троих по-прежнему терзает вопрос – что же привело к печальным событиям там в горах? Оказалось, что каждый помнит историю по-своему. И каждая история правдива. Похищение Энни Торн, Сиджи Тюдор, рассказывает нам историю героя, чья сестра пропала. Однако через 48 часов вернулась сама. Проблема была в том, что девушка категорически отказывалась рассказывать, что с ней случилось. Наш герой думал, что самое страшное уже позади, но сестра стала совсем другой. Герой начал ее бояться. Внезапно, 8 лет спустя, он получает письмо, в которое отправитель утверждает, что знает, что случилось в тот день. Оказалось, что самое страшное было не то, что девушка исчезла, а то, что она вернулась. Александр Варга и Иван Миронов в книге «Плохая шутка» решили поиграть с читателем. Главная героиня постаралась забыть свои прошлые, очень удачные отношения. У нее новая жизнь, новый парень и большие планы на будущее. Вместе со своей новой любовью они отправляются в безлюдный заповедник высоко в горах. Вроде все прекрасно, вот только она начала получать жутковатые смс с угрозами. Можно было бы их проигнорировать, если бы не одно «но». Гроб. Огромный гроб прямо на вершине горы. А солнце уже заходит и убежать не получится. Уже чувствуете мороз по коже? Отлично! Жутких вам вечеров, мои дорогие зрители, ваши Тамини Тами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова